Доброе утро СтопГейм! В эфире Инфакт! Неумолимый Том Хендерсон вновь принёс нам покушать из Юбисофт. Дело касается следующего крупного проекта про любителей носить капюшоны. Assassin's Creed Red. Журналист сообщает, что боевая система будет очень похожа на ту, что мы видели в Вальхалле, но с большим градусом жестокости. Кровища, отрубленные головы, ну и всё в таком духе. Останутся прятки в высокой траве, герой сможет тушить факелы и творить прочий стелс. В Red вернётся система обустройства собственного поселения. Можно будет свободно настраивать локации и возводить здания на свой вкус. Алтарь, арсенал, додзё и прочее, а затем кастомизировать их. А ещё Хендерсон говорит, что с выходом нового Ассасина франшизу ждёт большой скачок вперёд. Хотя по таким сведениям как-то и не скажешь. Игру покажут уже в ближайшие месяцы, а релиз должен состояться в этом году одновременно с хабом Assassin's Creed Infinity. Кстати, Хендерсон также подробнее рассказал и об отменённой игре про Мандалорца. О ней мы говорили в прошлом выпуске. Для заинтересованных оставил ссылку в описании. По сообщению одного из основателей портала Xbox Era 5 марта нас ждёт анонс ПК-версии Ghost of Tsushima. Ещё в 2021-м порт упоминался в большой утечке NVIDIA. Все игры из слитых списков уже успели выйти на ПК. Все, кроме Tsushima. Но сильно уши не развешивайте, инфа неофициальная. Завтра всё узнаем наверняка. Серия мультиплеерных шутеров Tribes, достаточно популярная в первой половине нулевых, казалось, ушла на покой после выхода в 2012-м Tribes Ascent. Но не тут-то было. Разработчики из Prophesy Games намерены воскресить франшизу, выпустив Tribes 3 Rivals. Это снова будет командный онлайн-шутан, в котором игроки станут мочить друг друга, летая на реактивных ранцах. Нас ждёт несколько классов со своими скиллами, перками и выкладками с возможностью кастомизации, акцент на командную тактику и разнообразные карты, список которых смогут пополнять сами игроки. Tribes 3 Rivals стартует в раннем доступе Steam 12 марта. Всё больше деталей становится известно о новой игре от создателей Ori. В No Rest for the Wicked весь мир создан вручную. Никакой генерации. Рандомизируется только лут, дабы повышалась реиграбельность. Несмотря на внешнее сходство с Диаблоидами, управление персонажем в игре будет прямое, то есть через клавиши WASD. Ну, на ПК, разумеется. Также и сражения. Никаких закликиваний. Всегда необходимо полагаться на тайминги, расстояние до врага и вес оружия. Чем легче персонаж, тем более ловкие у него увороты. Боссы готовы наказать вас за каждую ошибку. Оружие бывает обычным, серым, редким, синим, эпическим, фиолетовым и легендарным, золотым. Но при этом серое не значит мусор. Это самый кастомизируемый тип шмоток. Синие имеют только позитивные плюхи. Фиолетовые имеют прям мощные бонусы, но с ними и штрафы. Главная же фишка легендарок – все они уникальны и созданы разработчиками вручную, то есть без рандома. В игре можно будет обустроить собственное жилище, где вы сможете складировать собранное барахло. Помимо сюжетной кампании, нас ждет эндгейм-контент в виде противников в неожиданных местах и испытаний с самыми суровыми врагами. С первым крупным патчем в проект введут мультиплеер, который подразумевает как кооператив, так и PvP. No Rest for the Wicked стартует 18 апреля в раннем доступе Steam. На консолях игра появится одновременно с полноценным релизом. Expeditions – A MudRunner Game выходит завтра, но обладатели расширенных изданий, а с ними и представители прессы, получили доступ к игре заранее. В общем и целом, игра, говорят, годная. Если хотелось больше чего-то в духе Сноураннера, получите-распишитесь. Но ежели вы ждали чего-то прям нового, то это не тот случай. Expeditions – такая же нишевая игра, предлагающая знакомый медитативный игровой опыт. Игра хорошо выглядит и по-прежнему радует физикой и симуляцией грязи. Но на данный момент проекту не хватает контента. Сейчас в Expeditions только две крупные локации, а кооператив добавят только после релиза. Тем не менее, средняя оценка 83 балла из 100 и 100% рекомендация критиков. Такие дела. Expeditions – A MudRunner Game выходит на ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Shira Games наконец анонсировала дату выхода долгожданного апдейта с героями для Dune Spice Wars. Случится это 7 марта. В этот же день выйдет и первый полноценный аддон House Verneus of X. Дом Вернеус – знатоки науки и инженерного дела. Возглавляет его Эрл Ромбур – мастер шпионажа, экспансии, технократии и дипломатии. Вернеусы зависят от поставок воды гораздо меньше, чем другие обитатели Аракиса. Преимущества дома раскрываются через дипломатию. Сеть нейроузлов замедляет экспансию и позволяет снижать потребление воды. Подключенные к сети регионы будут получать свои бонусы. База Вернеусов состоит из трех районов, каждый из которых рассчитан на три постройки. Этот дом может патентовать уникальные разработки, так же, как и отзывать их. В этом случае технологии прекратят работать у всех игроков. В качестве юнитов выступают три дрона и две человеческие единицы. Кроме того, Вернеусы будут доступны и в режиме завоевания. Dune Spice Wars доступна на ПК и Xbox Series. Небольшой коллектив Help Not любят поностальгировать по беззаботному детству в постсоветских 90-х. И для таких же любителей предаться сладким воспоминаниям, они выпустили игру Санёк. Сюжетную адвенчуру про семилетнего Санька, играя за которого мы будем искать новых друзей во дворе, разбивать коленки, катаясь на лясике, заботиться о щенке и наслаждаться последними летними деньками перед школкой. Санёк волен прыгать в классики, играть в прятки и общаться со сверстниками или взрослыми. Игра доступна только в Steam. А теперь быстро пробежимся по оставшимся новостям. Создатели духовной наследницы популярной ММО Dark Age of Camelot, Camelot Unchained, очнулись от векового сна и спустя 11 лет объявили, когда ждать игру. Релиз запланирован на конец 2025-го. Remnant 2 получила свежее обновление с кроссплеем и поддержкой FSR 3 для ПК-версии. Также в игре стартовал ивент «Доминирование искажений». 5 марта в Destiny 2 ожидается выход крупного обновления. Оно знаменует собой начало всезвёздных игр Стражей, которые продлятся 3 недели. А также апдейт подарит игрокам новое средство передвижения – ховерборд или же скиммер. Хотите знать больше? Айда к нам на сайт! Здесь вас ждёт больше новостей, свежая статья от Владимира Сечкарёва, посвящённая трудностям перевода серии «Мафия» и дебютный ролик нашего нового автора Михаила Галкина, который поведал трагичную историю о падении Вольфенштайна. Хорошего дня!